Школа деревни Пинковичи была выбрана местом проведения тренинга для подростков не случайно. В ней создана хорошая база для развития волонтерского движения в Пинском районе. Здесь регулярно проводятся различные образовательные мероприятия. Одним из них стал и обучающий тренинг для подростков по противодействию торговли людьми. Проблема торговли людьми актуальна как на международном, так и на национальном уровне. Актуальна она для нашей страны, потому что наша страна постепенно из страны транзита происхождение превращается в страну назначения. Зарегистрированы случаи сексуального трудового рабства. Организован обучающий тренинг при поддержке информационно-консультативного центра «Руки помощи» Брестской областной организации Белорусского общества Красного Креста. Эта организация с 2005 года помогает всем, кто попал в трудовое или сексуальное рабство. Их работа заключается не только в помощи конкретным людям, кому удалось вырваться из рабства 21 века. Для профилактики подобных явлений сотрудники Красного Креста проводят семинары, обучающие тренинги среди многих групп населения. Наша серия семинаров проводится для социальных педагогов, педагогов-психологов с целью организации работы профилактической среди учащейся молодежи. Сегодня мы пригласили трудных подростков с той целью, чтобы ознакомить их с проблемой, а также привлечь их, чтобы они стали нашими помощниками. Участие в мероприятии приняли не только представители Красного Креста, но и сотрудники правоохранительных органов. Но главными участниками встречи были все же не взрослые, а подростки. Всего в обучающем тренинге приняли участие 25 школьников со школ Пинского района. Если волонтерам, которые работали с ними, уже владеют информацией по проблеме торговли людьми, то участникам тренинга только предстояло узнать об этом. Тренинг, который мы сегодня проводим по торговле людьми, очень актуален и для нашего района, и в целом по республике. Он даст нам больше определить наших людей, которые будут распространять эти знания, это и педагоги наши, и учащихся среди учащихся школ. Это даст возможность провести эту форму работы положительно. Информация звучала совсем не детская, ведь цифры статистики по всему миру и в нашей стране в частности тревожные. Юноши и девушек проинформировали о том, как идет вербовка людей для торговли с использованием социальных сетей, кто чаще всего становится жертвами, и что необходимо молодым людям знать о методах противодействия в подобных ситуациях. Прежде всего, не доверять никому, проверять информацию, обращаться на горячую линию. Если поступают какие-то предложения, надо обязательно все это проверить. И если уезжает молодежь на работу или на учебу, есть специальные правила безопасного выезда, и надо позвонить на горячую линию, позвонить в наш центр, и они там получат профессиональную консультацию. Подростки не только узнали необходимую информацию, но и приняли участие в неформальной беседе с волонтерами и организаторами этого мероприятия. Подобный тренинг, посвященный этой теме, не первый. Организаторы надеются, что такие встречи помогут распространению важной информации в подростковой среде.